14 июня в стенах администрации города Каспийска состоялась 29-я сессия Собрания депутатов 7-го созыва. В ходе заседания были подняты актуальные вопросы, такие как согласование проекта Закона Республики Дагестан о внесении изменений в приложение к Закону Республики Дагестан, о статусе и границах муниципальных образований республики и отчета об исполнении бюджета. Началось заседание с приветственной речи председателя Собрания депутатов города Каспийска Абдуллахида Джаватова. Основных у нас вопросов два и третий вопрос, который у нас возник, он был срочным, за который мы должны были собраться быстро. С докладом на первый вопрос выступил начальник отдела управления имущественных отношений города Каспийска Айвар Аливердзиев. Он в свою очередь разъяснил основные причины для внесения изменений в статус о границах муниципальных образований Республики Дагестан. Это старая Каспийская трасса, новая Каспийская трасса, здесь есть Кушетский поворот, пост ГАИ. Вот эта полоса признана решением суда Махачкалинской. Границу нужно изменить для того, чтобы пять землепользователей могли пользоваться законом своими земельными участками. Потому что нахождение в двух территориальных зонах не позволяет не выдать разрешение, какие-то разрешительные документы, разрешение на строительство и разрешение на работу в эксплуатацию на этих земельных участках. В ходе заседания также был поднят вопрос о внесении изменений в решение собрания депутатов о бюджете городского округа города Каспийск на 2023 год и плановый период 2024-2025 года. С докладом на данные вопросы выступил начальник финансового отдела администрации города Каспийска Джамбула Джабраилов. Предлагается внести следующие изменения. Увеличить субсидию на обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ОВЗ и детей, находящихся на своем рождении в детских лагерях. У нас общая сумма 44 тысячи рублей и 13 тысяч рублей. Также увеличить субсидию на выполнение муниципального задания детских и дошкольных учреждений, в том числе для погашения кредиторской задолженности. Отметим, что на заседании были рассмотрены еще два вопроса, по каждым из которых были вынесены соответствующие решения.